Друзья, всем залют, меня зовут Андрей, вы на канале Инстардинг Новости, и сегодня мы с вами обсудим парочку шокирующих заявлений Илона Маска в Твиттере, а также обсудим несколько новинок в сфере робототехники и электромобилей. Усаживайтесь поудобнее, я желаю вам приятного просмотра, поехали! Вначале, можно сказать, по традиции мы уделим пару слов Илону Маску, а точнее его заявлениям в Твиттере, где глава SpaceX и Tesla заявил, что вызывает президента России на поединок. В комментариях к этой записи он отметил официальный аккаунт регулятора и спросил на русском языке, вы согласны на этот бой? На вопросы пользователей в социальной сети Маск ответил, что абсолютно серьезен. На эту публикацию отреагировал глава Роскосмоса цитатой из сказки о попе и его работнике Балде Александра Пушкина. В общем, Илон не перестает удивлять, но давайте теперь поговорим на более серьезные темы. Там же, в Твиттере на днях, Маск подкинул аудитории очередную тему для обсуждения. На этот раз он продемонстрировал озабоченность рекордными темпами инфляции и ростом цен на сырье. Он подтвердил, что возглавляемые им компании чувствуют на себе негативное влияние данных факторов. На своей странице в указанной социальной сети Маск также отметил наличие проблем с логистикой и признал эти проблемы общими для многих компаний, приведя ссылку на публикацию Financial Times, которая назвала повышение цен на сырьевые товары рекордным в недельном выражении с 70-го года. В абсолютном выражении уровень цен достиг рекордного уровня с 8-го года. Миллиардер также призвала аудиторию поделиться прогнозами о темпах инфляции на ближайшие годы. Для самой Тесла инфляционное давление не стало чем-то новым, ведь с весны прошлого года стоимость отдельных моделей электромобилей этой марки выросла на 20%. Только на прошлой неделе компания была вынуждена поднять цены на реализуемые в США электромобили в Model Y и Model 3 на 1000 долларов. И даже в Китае они подорожали на сумму до 1500 долларов. Хотя с момента начала поставок машин китайской сборки, Тесла старалась ограничивать рост цен и соображений конкуренции с местными игроками. Далее мы с вами поговорим про компанию Alphabet, которая отчиталась о работе сервиса по доставке посылок с помощью дронов. Беспилотники Wink реализовали более 200 тысяч коммерческих заказов на территории Австралии. В компании отметили, что довольны результатом и теперь активно начнут подключать к сервису новых партнеров. В ближайшие недели дроны начнут доставлять продукты из супермаркетов, заказы из ресторанов, а также тесты на COVID-19. Представители проекта рассказали, что интеграция доставки дронами в повседневную жизнь – это не просто дополнительное удобство. Такие решения уменьшат пробки на дорогах, количество аварий и снизят выбросы парниковых газов, одновременно увеличив продажи для бизнеса и предоставив людям больше времени на их жизнь. Если вы хотите заглянуть в это будущее, просто посмотрите на Австралию. Следующий на очереди у нас аэрокосмический стартап из Лос-Анджелеса в венчуре Astralab. Компания представила Flex – полномасштабный рабочий прототип ровера следующего поколения, который можно будет использовать для перевозки грузов и людей по Луне. А в будущем и по Марсу. Компания планирует построить целый парк таких роверов, чтобы помочь НАСА и коммерческим компаниям в расширении своего присутствия на Луне. Ровер может приседать, чтобы поднимать полезные грузы с поверхности Луны. Благодаря модульной концепции полезной нагрузки, он может перемещать различные типы объектов, если те построены в соответствии с согласованным стандартным размером и формы. Аппарат может двигаться полуавтономно или управляться дистанционно, а также может быть модифицирован для ручного управления, что позволит астронавтам перемещаться на нем по поверхности Луны. Вес ровера составит порядка 500 килограммов. Он будет способен справиться с повышенной солнечной радиацией и сверхнизкой температурой во время лунной ночи – двухнедельного периода, когда Луна погружается во тьму, а температура может отпускаться ниже 130 градусов по Цельсию. Астролеп утверждает, что Флекс будет иметь изоляцию и достаточную емкость аккумулятора, что позволит луноходу сохранять тепло от 100 до 300 часов. Это в ночной период на южном полюсе Луны. Как только солнце снова взойдет, внешние солнечные батареи Флекс сразу начнут генерировать электричество. Эстонский стартап Starship Technologies, базирующийся в Калифорнии, привлек 42 миллиона долларов инвестиций на расширение своих операций. Компания специализируется на разработке роботов для доставки продуктов из магазинов, а также ресторанов и кафе. Машины Starship полностью беспилотные, они управляются с помощью алгоритмов, а также камер и встроенных датчиков. Сейчас стартап контролирует парк из 1700 роботов и доставляет около 10 тысяч заказов в день. Главный продукт Starship – миниатюрные роботы на шести колесах со встроенным отсеком для заказов. Роботы снабжены ультразвуковыми сенсорами, датчиками для измерения расстояния и массивом из девяти камер, которые обеспечивают обзор в 360 градусов. ПО стартапа, подключенное к облачной платформе, обрабатывает входящие данные и прокладывает маршрут. Максимальная скорость передвижения роботов – 16 километров в час. Запас хода при такой скорости – 6 километров. Грузоподъемность одной машины ограничена 9 килограммами. Компания SRI Robotics показала прототип полуавтономного экскаватора. Им можно управлять как вручную из кабины, так и рядом. Или вовсе, что мне, собственно, понравилось удаленно с помощью пульта или VR-шлема. А часть задач экскаватор может выполнять самостоятельно. Компания разработала прототип, который может выполнять простые и повторяющиеся действия. Например, он умеет выезжать и заезжать в гараж или ангар. Кроме того, ему можно поручить простое рытье небольших траншей. Наконец, в экскаватор встроили камеры, позволяющие ему отслеживать людей и другие объекты вокруг его и реагировать на них. Если человек вошел в опасную зону вокруг экскаватора, все движения сразу прекращаются, а на крыше включается световой сигнал. Камеры также нужны для работы оператора, который может управлять экскаватором вблизи или удаленно через интернет. Всего под крышей установлено 6 камер глубины, с помощью которых машина создает трехмерную карту пространства из вокселей. Оператор в VR-шлеме видит спереди цветной видеопоток, который транслируется с камеры, а по бокам трехмерную карту. Управлять экскаватором можно как с помощью пульта с двумя джойстиками, такими же как на самом экскаваторе, так и с помощью беспроводного контроллера для VR-шлема, в котором оператору достаточно просто двигать рукой и ковш будет дублировать ее перемещение. Спустя почти 75 лет с тех пор, как легендарный микроавтобус Volkswagen Type 2 впервые сошел с конвейера, немецкий автопроизводитель наконец перезапустил фургон в виде современного транспортного средства на электрической тяге под названием ID-Bus. Хотя концепт фургона показали еще несколько лет назад, серийную версию авто представили только сейчас. Автопроизводитель анонсировал сразу две версии фургона – пятиместную пассажирскую и трехместную грузовую ID-Bus Cargo. Фургон построен на базе модульной платформы электрического привода MIP. На сегодняшний день ID-Bus является самой большой моделью авто, среди построенных на основе универсальной платформы MIP. Базовая версия, которая появится первой на рынках европейских стран, будет оснащаться электрическим двигателем, который размещается на задней оси автомобиля и обеспечивает мощность в 204 лошадиных силы. Источником питания является блок аккумуляторных батарей общей емкостью 82 кВт на час, которая поддерживает зарядку мощностью до 170 кВт. По заявлению производителя, зарядить аккумулятор с 5 до 80% можно за 30 минут. При необходимости аккумулятор ID-Bus может использоваться в качестве источника питания для других устройств. Информация касательно запаса хода не была озвучена. В будущем покупателям будут доступны разные версии фургона, включая модель с укороченной колесной базой и модель, предназначенную для коммерческого использования. Разработчик трехколесного электротранспорта Акремота торжественно открыл новую фабрику в штате Орегон и официально представил автономный шаттл для доставки продуктов. Шаттл называется D1, созданный совместно с Faction Technology. Теперь к списку новинок прибавился Minlin Machine – электробайк, сочетающий устойчивость с управляемостью. Патентованная технология наклона позволяет электробайку вписываться в повороты, как обычному двухколесному велосипеду, не жертвуя безопасностью и сцеплением. Байк будет выпускаться серийно на новой фабрике вместе с другими моделями трехколесников. На нынешнем этапе подробностей о новейших функциях мало, но известно, что электробайк претендует на запас хода до 320 километров при наличии вспомогательных батарей, а вращение педалей будет питать генератор, который в свою очередь обеспечит движение вперед безо всяких цепных или ременных передач. Пружинный амортизатор расположен на заднем колесе, а спереди между двумя передними находится, судя по всему, главный аккумулятор. Компания предусматривает возможность ускоренной зарядки и размещения сидения для пассажира. На этом я буду заканчивать. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забывайте поставить этому видео лайк, подписывайтесь на наш канал и все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. С вами был, как всегда, Андрей, канал Инстардинг Новости. Я желаю вам мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok